Новости продолжают эфир. Канал Ахабар 24 в студии. Работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Новости продолжают эфир. 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 Банка и какое именно оружие он при себе имел, в полиции обещали сообщить позже. Тем временем, министр МВД заявил, что всем банкам будут выданы рекомендации по предотвращению подобных инцидентов в будущем. Рауль Габитов, Тамирис Белял, Мирам Женусов, Хабар-24. Установлена личность задержанного. Это уроженец Жамбулской области Алихан Мурадов, 1993 года рождения. Известно, что он состоял на учете наркозависимых. Прокуратуре сообщили, что преступник выдворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование начато по статье 261 Уголовного кодекса «Захват заложников». В Каспи-банке прокомментировали случившееся. Там рассказали, что охрана сразу после попытки захвата активировала тревожную кнопку. Полиция прибыла на место в кратчайшие сроки. Операция по освобождению заложников длилась два часа. В банке подтвердили, что никто из сотрудников не пострадал. Каждому будет оказана необходимая поддержка. От имени своих сотрудников и их семей банк выразил благодарность правоохранительным органам за оперативность и профессионализм. После случившегося всем банкам выдадут рекомендации по усилению безопасности. На это обратил внимание глава МВД. Какие вопросы нужно учесть, чтобы такие инциденты не повторялись? Мы адресовали этот вопрос юристу Шеймердену Батуганову. Нужно усилить контроль. Если гражданин, физическое лицо, пребывает в банковском учреждении, то нужно узнать цель его визита. По каким причинам действительно пришел ли он получать денежные средства или погашать кредит для какой-то определенной банковской операции. То есть это, я полагаю, предварительно нужно записывать, изучать этого человека. И в любом случае это, видимо, возможно будет принят как внутренний протокол. Ну и потом уже изменится порядок пребывания лиц, которые обращаются за услугами банка. К другим темам. Вырастить лес на высохшем дне Аральского моря. Такую задачу ставят перед собой козлаординские экологи и ученые. Для орошения будущих лесов при поддержке мировых финансовых организаций начата работа по бурению скважин. В целом лесопосадочные работы позволят не только спасти земли от засоления, опустынивания, но и повлиять на оздоровление местной экологии. Рахан Тажебаева расскажет. Легко приживается, поглощает соль и не требует полива. Саксаул – один из главных ингредиентов рецепта оздоровления экологии Аральского региона. Из 7 миллионов гектаров Государственного лесного фонда области уникальное растение занимает почти половину. Специалисты планируют увеличить его плантации. Если в предыдущие годы было высажено порядка 100 тысяч гектаров саксаула, то в прошлом году 250 тысяч. Работы продолжаются. Сейчас мы высадили 50 тысяч гектаров. Осенью планируем еще 150 тысяч. При этом намерены оживить не только высохшее дно Аральского моря, но и пустынные земли вдоль автотрассы Казалардаджи-Сказган. На один гектар требуется 3,5 килограмма семян. Весь посадочный материал готовят местные лесопитомники. Посадка саксаула ведется в два этапа – весной с саженцами, осенью семенами. Семена на огромных территориях высеиваем аэрометодом. Используем самолеты и дельтапланы. Работы ведутся на казахстанской и узбекистанской части Арала. Чтобы вырастить саксаул требуется почти 5 лет. Один куст может удерживать до тонны песка и соли. За три десятка лет нам удалось оживить большую часть высохшего морского дна. Между тем, говорят специалисты, есть и обратная сторона медали. Сухие ветки, гнилые корни саксаула наносят вред природе. Зачастую именно они становятся причиной степных пожаров. Для их предотвращения из местной казны в этом году выделили 866 миллионов тенге. Эти средства направлены на укрепление материально-технической базы и учреждений лесного хозяйства. Приобретены 60 мотоциклов, два трактора, две пожарные и четыре патрульные машины. Лесопосадочные работы будут продолжены. Наряду с аксаулом зеленый массив планируют пополнить и другими солеустойчивыми растениями. Райхан Тажбаева, Аханалеев, Казлардинская область, Хабар-24. В Улытауском районе проверили готовность местных служб к экстренным ситуациям. На территории района расположен национальный парк. Нуршан Танибергенов побывал в лесном хозяйстве. Сотрудники департамента ПОЧС и Управления природных ресурсов и регулирования природопользования области начали проверку с национального парка Улытау. Его территория 60 тысяч гектаров. Такую же площадь охватило пламя в другой новой области. Поэтому сотрудники парка держат противопожарную безопасность на особом контроле. Исправное оборудование главное в рабочей лесничьях. Поэтому в первую очередь провели инвентаризацию. Для того, чтобы оперативно погасить огонь, используют вот такой рюкзак с водой. В него помещается 20 литров. Против большого пожара он, конечно, малоэффективен. На этот случай есть такие бочки. Объем каждой – 2 тонны. Но для национального парка этой техники недостаточно. Министерстве обещали выяснить, сколько еще нужно оборудования и выделить необходимое количество. Пока в профильных ведомствах выясняют, сколько еще нужно оборудования, недостаток техники остается актуальной проблемой. В нацпарке рады тому, что скоро прибудет новая пожарная машина. Хоть полностью потребность она не закроет, но явно улучшит ситуацию с оборудованием. Против пожарной меры сейчас у нас запланировано на 23-й год. Минеральные полосы там 500 километров. Сейчас она запланирована май и июнь месяцев на два месяца. Сейчас закончились 420 километров. И дальше больше у нас еще времени есть. Вот это закончим в дальнейшем. Далее сотрудники департамента ПОЧС и Управления природных ресурсов и регулирования природопользования области отправились в село Харакингир. Здесь непожарный пост ближайший к национальному парку. Поэтому решили проверить состояние техники и насколько она готова оказать поддержку в случае пожара. В целом по району есть 8 таких постов. На территории Улутауского района есть две государственные противопожарные службы. Одна из них в поселке Жизды, одна в селе Улутау. Вся техника работает исправно. В настоящее время в отделах предусмотрено 6 пожарных машин. С начала этого года на территории района зарегистрировали 6 случаев возгорания сухостоя. Местные специалисты оперативно потушили огонь. В прошлом году таких пожаров было порядка 20. Каждый раз пламя успевали погасить до того, как оно охватывало большую территорию. В целом по региону противопожарная безопасность соответствует норме, отмечают специалисты. Сегодня президент страны поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Он отметил, что государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению и поддержке врачей. В АТРАУ принимают поздравления династия Шанаевых. Их семья, как небольшой медицинский центр, здесь можно найти специалистов из любой области медицины. От медсестры до офтальмолога и хирурга. Саня Акубжасарова все расскажет. Даурин Шанаев известный в регионе хирург. В областной больнице он работает уже 15 лет. Когда-то он пошел по стопам отца, а сегодня его дети интересуются медициной. У меня трое сыновей. Старший мечтает стать стоматологом. Средний говорит, что будет хирургом. А младший, он еще совсем мал. Хочу поздравить всех коллег с праздником. Не забывайте о собственном здоровье. Отец Даурена, Толагай Шанаев, сейчас на пенсии. Свой путь врача он начинал с районной больницы, куда устроился в 1977 году, сразу после окончания учебы. А сегодня к нему за советами, консультацией приходят дети. Надо любить свою профессию. Только тогда из этого человека выйдет хороший специалист. Помимо образования, знаний, важны человеческие качества. В семье Шанаевых есть специалисты из каждой области медицины. Младший брат Толагая Шанаева, Анатолий, 40 лет посвятил гинекологии. А сестра – знаток в области фармацевтики. Где только не повышали квалификацию. В Алма-Ате, в Астане ездили по регионам. В Казани учился, каждый раз совершенствовал знания. 40 лет практики. Думаю, что наши труды были не зря. Сейчас большой выбор профессии. Многие выбирают легкие пути. Не хотят вкладываться. А ведь за каждым успехом кроется огромный труд. Мы выбрали медицину, потому что наши родители выбрали эту профессию. И мы брали с них пример. Супруг мой тоже врач. В семье Шанаевых точно уверены. Династия медиков и их семьи продолжатся. Есть дети, внуки и желание помогать людям. Саня Кубжасарова, Асланбек Шигар, Амантай Матенов, Хабар-24 и Затарау. Почти 30 тысяч пациентов приняла за 5 лет врач-генетик из Актау Нургульжуцупова. Высококлассному специалисту в области ДНК на детальное обследование пациентов направляют гинекологи, неврологи, эндокринологи. Ее консультации особенно полезны парам, которые планируют стать родителями. Тамара Степанова с подробностями. В месяц врач-генетик Нургульжуцупова принимает до 600 пациентов. И с каждым длинная беседа. Нужно все подробно объяснить и рассказать. В 2020 году с ее участием в Мангостау была внедрена инвазивная перинатальная диагностика. С этого момента биопсию плода провели более полутора тысячам беременных женщин. До этого им приходилось ездить в Алматы или Астану. Генетика это такая специальность на самом деле. Она очень интересная. То есть она без границ. То есть изучаешь, изучаешь. И это хорошо, когда ты уже видишь какого-то пациента. Видишь клинику, уже знаешь патофизиологию. Дальше уже изучаешь методом диагностики. И ты уже видишь конечный итог. То есть не сидишь, направляешь кому-то. Ты от начала ведешь до конца. Вплоть до планирования и до рождения следующего здорового ребенка. Нургуль Жусупова – выпускница медицинского университета имени Асфиндиарова в Алматы. У нее три образования. Врач общей практики, акушер-гинеколог и врач-генетик. Сегодня она заведующая медико-генетическим отделением областного перинатального центра. К слову, в Мангостауской области работают только два врача-генетика и один цитогенетик. В норме бывает, в каждой паре хромосом бывает по две штуки. Это 46 хромосом, по 23 пары идут. В норме по два сигнала дают, если это норма. Когда три сигнала дают, это говорит о том, что на одной хромосоме, то есть есть еще третье лишнее. Три пары – это одна трисомия, значит, одна лишняя. То есть в норме они должны давать по два сигнала. Как вот здесь видите, три сигнала – это анализ данный ребенка с синдромом Дауна. Чистая генетика, генетика, он… Генетический анализ показано сдавать не всем. Я работаю с врачом-генетиком в тесной связке. Она берет анализы, и я их смотрю. Генетик видит клинику, а цитогенетик видит на стекле уже хромосомы человека. Дальше анализы интерпретирует опять же врач-генетик. Мы даже в отпуск уходим вместе, потому что если кого-то из нас не будет, то работа другого просто-напросто остановится. Особенности работы врача заключаются в постоянном поиске новых знаний. Регулярное повышение квалификации, обмен опытом с зарубежными коллегами стоят и в списке дел Нургуль Жусуповой. Совсем скоро состоится встреча со специалистами из России. Сегодня казахстанцы празднуют День отцов. В Ботаническом саду столицы организовали фестиваль, ярмарку социальных проектов, выставку детского творчества и праздничный концерт. Одновременно по всей стране проходили и другие мероприятия, забеги, конкурсы, театральные постановки. На экспертных площадках центров поддержки семьи обсуждали актуальные вопросы отцовства. Я очень рада, что у нас в Казахстане появился такой праздник, потому что роль отца в жизни, в семье человека очень важная. Потому что это отец, это пример, это опора, это защита, это поддержка наша. Я из Узбекистана, из Ташкента. Мне даже интересно, что такой праздник устраиваем. Все это хорошо, всем спасибо вам. Вас отмечают этот день? Нет, у нас нет, я отмечаю. Хотели бы? Конечно, это же хорошо. К праздничной дате приурочили и презентацию документального фильма «Отец», где поднимается проблема родителей, воспитывающих особенных детей. А именно, рассказывается о роли отца в жизни ребенка с диагнозом аутизм и трудностях, с которыми сталкивается родитель. К слову, в последнее время количество отцов, отказывающихся от таких детей, выросло, отмечают авторы кинокартины. Поэтому это актуальная тема для обсуждения в обществе. Да, этот фильм снят по мотивам моей личной истории. Моему сыну сейчас 18 лет. В 2009 году ему поставили диагноз ранний детский аутизм. И с того момента мне пришлось полностью поменять свою жизнь, свою работу, чтобы полностью посвятить себе ребенку. И в завершении о погоде. Град размером с горошину и гроза обрушилась на стану. Кадрами непогоды жителей столицы делятся в социальных сетях. Ранее Казгидромет объявлял штормовое предупреждение. Отмечу, что из-за ливня на дорогах образовались лужи, препятствующие движению транспорта. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин